В Иссель-Кульском дворце спорта в конце января определяли победители регионального финала турнира «Золотая шайба». Шесть команд в двух возрастных группах боролись за выход на всероссийский этап престижного турнира. Интересные матчи, ребята бьются, стараются, даже несмотря на счет. Команда проиграла 3-0, прошлая игра была, то есть бились до конца, интересные матчи, ребята показывают борьбу, интересные. В Иссель-Кулье хоккея любят. Команда этого района уже не первый год успешно выступает в различных турнирах. А Ледовый дворец никогда не пустует. Вот и на финал «Золотой шайбы» вместе с родителями хоккеистов и любителями спорта пришел глава района Александр Лямзин. Видно, что с каждым годом растет мастерство ребят, физическая подготовка. Хотелось бы высказать слова благодарности и организаторам соревнований, проходят на высоком уровне. Поблагодарить тренеров за подготовку команд, родителям, потому что самые ярые болельщики – это родители команд, которые приехали со своих районов поддержать своих детей. Надеемся, что данное соревнование будет также на территории нашей области проходить регулярно. И Силькульский Ледовый дворец готов принимать соревнования любого уровня. Хозяева площадки – хоккеисты из команды «Форпост» в старшей возрастной группе лидировали. Судьба золотых медалей решилась во встрече с черлакской юностью. И силькульские спортсмены выиграли 3-0. Мы были командой, мы выиграли за счет командного духа, боролись до конца, отдавали все силы. А вот в группе среди младших юношей сильнее оказались черлакцы. Они умело использовали свои моменты в играх с «Форпостом» и «Тарским Соболем», переграв соперников со счетом 3-0 и 4-1 соответственно. Серебряные награды достались хозяевам турнира, которые в заключительной встрече победили «Тарчан» 3-1. Для нашей команды турнир сложился очень хорошо. Но нам все-таки надо еще учиться, стараться, добиваться чего нового. Как ты думаешь, почему вы сильнее всех остальных были? Ну, потому что, наверное, много тренировались. Ну и умения, старания. Проводя такие соревнования, и финал у нас в Силькуле, то есть видя результат, что наша команда двумя возрастами выходит в финал всероссийских соревнований, да. То есть мы на областном уровне двумя возрастами вышли, но на финал России попала только у нас старшая группа. Средней маленько не хватило. Есть на кого равняться, всегда борьба, то есть это личностный рост, рост команды, вот. И все-таки дети, которые играют, они, приходя в школу, рассказывают друзьям, делятся эмоциями. И другой ребенок может задуматься, может, стоит записаться на хоккей. Третьими в своих возрастных группах стали «Тюкалинские лисы» в старшей и «Тарский соболь» в средней. К этому турниру мы готовились, мы пытались на тренировках оттренировать все моменты, какие могут быть в игре. Но у нас иногда получалось хорошо, а иногда у нас получалось не сильно. Не расстроились? Мы не расстроились, потому что игра есть игра. Мы заняли хотя бы третье место еще. По итогам матча регионального финала «Золотая шайба» были отмечены лучшие игроки в своих эмплуа. Продолжение следует...